Как вы доказываете? То есть, каким образом для любых трех неотлицательных чисел А, В и С доказать, что А плюс В плюс Ц 9 от Лея больше или равно, чем куриный кубический из А, В, С? Так, кто знает? Вот это фантастика. Про производную пять человек знали, а неравенство в среднем вообще ни одного. Ребята, а как вы сумели до жизни такой дойти? Дело в том, что это гораздо легче, чем производная. Это действительно нужно элементарное неравенство. Может быть, как-нибудь идея, чтобы понравилось, что-то равенство. Для двух. Понимаете, для двух и для трех. Это очевидно разные вещи. Очевидно, это совершенно разные штуки. И поэтому, если вы докажете для двух, то непонятно, как переходить от двух чисел к трех. Еще раз. Неравенство о среднем афетическом и среднем диагрическом – это для трех чисел. Это на самом деле утверждение о том, что объем параллелебипеда при данной диагонали, самый большой, по большому счету, да? Вот, ну что, здесь написано там кубический корень из объема, а здесь написано А плюс Б. Если у вас эти А плюс Б плюс С фиксированы, то тогда максимальный объем, ну и как же это получать из неравенства от гады? Не очень понятно. Господа, давайте сделаем это. Я вам сейчас все-таки рассказал, поскольку никто не знает, я сейчас все-таки расскажу это неравенство, потому что, ну, когда-то стыд иметь. Есть много разных доказательств неравенства от гады трех чисел. Например, есть неравенство, есть способ, который работает исключительно для тропики. Вот есть несколько способов, которые и в общем случае тоже работают по-разному, а есть такой замечательный способ, который работает только для тропики. Давайте я его покажу. Представьте себе, что А, Б, С это х в кубе, у в кубе и з в кубе. Представили? Отлично. Понятно, что тогда х, у, з тоже числене от цели. Неравенство тогда перетишется к такому виду. х в кубе плюс у в кубе плюс з в кубе, это иное А больше или равно, чем кубический корень из х в кубе, у в кубе, з в кубе. Проще говоря, х, у в кубе, з в кубе. Отлично. х в кубе плюс у в кубе плюс з в кубе больше или равно, чем 3х в кубе. Замечательно. Так вот, ребята, сейчас я возьму и перенесу 3x, y, z налево. Что это такое будет? Это синтетический режим. Вот оказывается, что его можно разложить на множители. Интересно вопрос, как для этого догадаться. Давайте сейчас я это буду обсуждать. просто, пожалуйста, поверьте мне, что если вы возьмете х плюс у в кубе плюс z и умножите это на вот такую штуку, сумму квадратов минус всевозможное по парламенту произведения, то вы действительно получите х кубе плюс у в кубе плюс з в кубе. Впрочем, давайте я эту выкрутку быстро произведу. Если действовать школьным способом, как это раскрывать в кубе? Надо написать x, y, z. Здесь надо написать x квадрат, y квадрат, z квадрат. Здесь минус x, y, минус x, z, минус y, z. Можешь так включить? А, вы перемножаете на гачтен. Что дальше? Правильно? Если видите то произведение, надо составить такую табличку. Вот. Мы поехали. x куб, x квадрат, y, x квадрат, z. Это, конечно, долго. Но, с другой стороны, когда мы полностью эту табличку составим, то у нас автоматически все и получится. Это будет y куб, y квадрат, z, x, z квадрат, y, z квадрат, z куб, минус x квадрат, y, минус x, y, z. Здесь у нас минус x, z, минус x, z, минус x, y, z, минус x, 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 z, и z куб, а также минус x, y, z, минус x, y, z, и минус x, y, z, это очевидно то, что нужно. То есть здесь у нас как раз x куб, y куб, z куб. Здесь есть случай, где все это искать. Есть сайт квант.инфо, там есть раздел, советуем почитать. Дело в том, что у меня была энциклопедия 10 лет назад написана. И в этой энциклопедии, в частности, то, о чем я больше раз рассказал, и вот эта статья тоже типа Равины не почте. И вот там, разумеется, все эти формулы выписаны и так далее. Так, включаемся. Я таблицу сделал, и так, x куб, y куб, z куб. Здесь минус x, y, z, минус x, y, z, минус x, y, z. А, кстати, вы знаете историю, сейчас же на что произошло, что человек просто увлекся, что называется, записью, потому что он сам записает, да? Вы знаете историю, было ли еще в истории ситуация, когда технический человек, технический работник, что называется, это зафиксированная история. Знаете? Вот есть такой случай. Наборщик книжки Эйлера «Алгебра» «Во время того, как ее набирал, выучил алгебра». Это реально зафиксированный исторический случай. То есть обычно, когда наборщики набирают, им совершенно все равно. Они, так сказать, проверяют, что-то они набирают это, и чтобы у них получилось то же самое. Так вот, исторически зафиксировано, что человек набрал книжку Эйлера, «Алгебра», и при этом она ему почему-то с первых слов так понравилась, что он не просто ее набирал, а он ее одновременно читал. И с горлостью потом сообщил, что все понял, все вот «Алгебра» выучил. Ну, Эйлер мне действительно гениально все написать. В его книжке, кстати, вы сейчас еще можете читать. Я писал, он удивительно разумно. Вообще, из всех вот этих вот классиков авторов очень советую Эйлера и Гаусса. Они писали абсолютно внятно, с совершенно замечательным языком, и, ну, что называется, очень-очень-очень-очень советую. Итак, мы просто тупо перемножили и проверили. На самом деле, можно было, конечно, не особо перемножать, а просто сказать так, что вот, ну, Ху, это понятно, откуда У куб З куб будет браться, да? Вот, откуда будут браться произведения, ну, там, типа, Х умножается на У к З, У умножается на Х, З, З умножается на Х, У, а остальные видно, что будут исчезать. А именно, вот, скажем, Х квадрат У можно получить так, Х квадрат умножить на У, а можно получить по-другому, А именно, Х умножить на минус Х, У. Вот такой механизм, да? Замечательно. Теперь давайте объяснимся, почему же эта штука больше или равна 0. Ну, а потому что Х минус У плюс З, это число неотрицательное. Нужно теперь разобраться вот с этим. Х квадрат плюс У квадрат плюс З квадрат минус Х, минус Х, минус Х, минус У, З, минус У, З. Ребята, здесь мы пишем просто три неравенства, которые, безусловно, всем вам известны. А именно, Х минус У квадрат, У минус З квадрат и, вы, естественно, понимаете, З минус Х квадрат. Это все число неотрицательное. Каждый раз раскрываем скопки. Получается, Х квадрат минус 2Х, с У плюс У квадрат. Здесь вот У квадрат минус 2УЗ плюс З квадрат. И, наконец, здесь З квадрат минус 2ХЗ плюс Х квадрат. Господа, вот у нас есть, значит, три неравенства. Если вы их сложите, то, очевидно, получите 2Х квадрат плюс 2УК квадрат плюс 2З квадрат минус 2ХУ минус 2ХЗ минус 2УК. Ну, на два попередили, конечно, что надо. Конечно, это способ чрезвычайно искусственный. Он основан на вот это вот разложение на множители. И, разумеется, он, что называется, не обобщается. Вы нечего ли, никак для больших числов. Ну, ребята, других доказательств, неравенств по среднему афетическому и среднему георетическому на свете очень много. Например, при помощи метода математической индукции есть. Причем даже несколько и совершенно разных по виду. В общем, давайте сейчас не будем на это показывать время, поскольку это еще не самое интересное. На самом деле, до самого интересного я не добрался. Дело в том, что все, о чем я сейчас рассказал, даже если бы вам еще несколько доказательств рассказал про средневархетическое и среднему геометрическое, даже если бы я сейчас объясню, что такое производное, это все точно замечательно. только проблема в том, что это все австрийская ручка. А сегодня я обещал успеть рассказать, о чем ручки какой, австрийской и рейсской. Совершенно верно. Продолжение следует... Продолжение следует...